что-то делает но постоянно как бы делает духовное упражнение ощущение того что этот мир его любит этот мир к нему хорошо относится такую духовную медитацию что мир хорошо относится и это добровольный выбор помогает человеку изменить ситуации которые могут происходить в жизни у этого человека это одна из самых основных и наверное самых замечательных ну невероятно мощных эзотерических практик невероятных духовных упражнений невероятных систем которые могут пробудить у человека вот такую духовность что такое духовное пробуждение это не считать мира мир миром где выживают а считать мир тем элементом который его любит что это дает когда человек ощущает что мир его любит то ситуации которые происходят в жизни этого человека они изменяются я ощущаю свою семью как большое существо которое меня обожает а как я это как я это представляю как бы какое духовное упражнение представляю будто существо меня обнимает или мир я вот выхожу и здесь очень важно представляю обнимает или не представляю но здесь очень важно ощутить как мне от этого приятно потому что то что я ощущаю называется реакция моей души на проникновение этой энергии то есть если я ощущаю что и мне хорошо только от знания что существует энергия которая меня обожает то это и является элементом которые мне в дальнейшем и создает для меня информацию и создает для меня видение в случае если нужно и создает для меня ситуации в жизни а дальше что же хочет от меня эта энергия но она хочет чтобы я чего-либо желал то есть если я это ощущаю и что-то желаю это происходит вот вам и вся тенденция практически любого духовно как у людей происходит люди могут быть зациклены на чем-то и они зациклены ну вот вообще не на этом а на чем но на всем они могут ощущать будто мир это бесконечная драма и в этом мире находится все время что-то плохое сколько не дашь денег этим людям они будут несчастны они будут все время куда-то пытаться лезть с кем-то воевать кого-то ненавидеть для них это прекрасный мир но у них будет все время желание свободы так человек в семье будет все время стараться и будет страдать что он не свободный там живя с одним мужчиной или одной женщиной вот это не свобода будет заставлять почему кино вставляет людям то что мы видим там свободу свободу других людей свободу выбора свободу переезда свободу еще какую-либо и мы ее никогда не получим сколько бы ты не давал человеку свободы и как бы человек не хотел чувствовать себя свободным без ощущения что тебя обожает большое огромное божественное существо тебя ничто в жизни никогда не удовлетворит как это происходит не свобода в деньгах сколько бы ты не ел будешь все время есть больше сколько бы у тебя не было имущество твое желание будет его увеличивать сколько бы ты не имел денег будешь все время стремиться к тому что почему потому что для тебя желание для вас для таких людей вернее желание может быть желание свободы то есть человек где-то думает так будет у меня больше денег я буду свободен буду еще более свободен буду еще более свободен а сколько бы он не стремился если ощущение что этот мир этого человека любит свободы больше не будет она не ну это как бы само собой вот так это все устроено даже знаете с ребенком хорошо и без ребенком как там тальков пел нам с собою трудно нам друг с другом трудно а еще сложнее врозь то есть человек хочет этого потом это получает хочет еще чего-то потому что он думал что это приведет его к свободе приведет его к свободе от чего дело в том что свобода это видоизмененное состояние любви смотрите как это устроено человек нашел большую любовь которая его обожает это любовь бога духовное пробуждение произошло а тот кто не нашел любовь бога не ощущает это не хочет этого и не знает об этом тот постоянно ищет кого-то или что-то кто мог бы почувствовать и сказать какой же он хороший какой молодец какой он красивый какая на нем красивая одежда какая у него красивая там душ но и душа не то там волосы какой у него красивый автомобиль какой же он молодец добился к она там взрослая достойная какая она честно то есть люди строят свой мир но они не понимают что они к этому всему стремятся потому что они ищут любовь они там ее не находят во душе у них настройка не произошло и они пытаются ее взять чтобы кто ох какая у него хорошая машина человек а человек сам к этому стремиться я хочу свободы почему я хочу чтобы много людей меня обожала он не чек не может понять что он не свободу ищет он ищет любовь которая к нему должна проявиться но он ее так никогда не получит почему на самом деле ему не здесь нужно искать а нужно почувствовать что высшая энергия его обожает это достойный выбор и это является пробуждением духовности и фактически духовным путем вот почему так много религий религии нужны людям почему потому что самое важное что человек может найти в религии это ощущение что есть кто-то помимо этого мира глобальный верховенствующий значимый кто тебя любит больше всех и кому ничего не нужно потому что в этом мире что кому не дашь за все приходится платить а тот любит просто так да можно сказать там а ты скажешь до этого ничего не существует да там это все неправильно да это все вообще не так происходит да может любить только иисус христос или да может любить только там еще кто-либо там будда гаута но там это не имеет значения главное это найти если вы нашли это и вы это ощущаете то тогда вы на правильном пути это и называется вашим персональным духовным путем не утешение но в принципе знаете как большой маме приходишь если мать может утешить то тогда это духовный путь если эта энергия может утешить если есть ощущение что она защищает если есть ощущение кому там побили вас там в школе какие-то негодяи вы пришли кому пожаловали своей маме почему мама пожалеет ну и вас будет понятие что она таким образом вас защитила но она же не пойдет драться или там что-то делает с этими людьми но элемент защиты произойдет также и здесь возможно никто никого не накажет но ощущение что вот есть эта энергия и есть первое духовным упражнениям ощущение этой энергии есть духовное пробуждение и ощущение что вы так живете это духовный путь вот три компонента которые есть у человека если человек для себя выбирает вот такой духовный путь то жизнь для него изменяется чем больше людей в этом мире выберет духовный путь для себя и начнет это ощущать, тем проще будет людям вокруг жить. Но это сложно, потому что у многих душа закрыта. Это не связано ни с чем. Это не связано ни с чем, что они плохие, хорошие, плохая карма, хорошая. Ну, возможно, они не знают этого. Возможно, даже если они узнают, у кого-то будет это получаться, а у кого-то нет. А почему нет? События жизни могли повлиять, карма могла повлиять. Есть ли какое-нибудь духовное упражнение, которое могло бы помочь это сделать? Да, можно сделать так. Нужно представить, будто в тот момент, когда вы не ощущаете любовь той энергии, которая вокруг вас находится в виде событий, то это говорит о том, что между вами и этими событиями существуют загрязнения. Эти загрязнения называются загрязнениями ваших поступков, вашей кармы этой жизни, прошлые. Можно ли это чем-то убрать? Несомненно. Чем? Костер распалить. Распалить костер, сесть возле него, смотреть на этот костер и говорить, пусть моя карма очистится. И, знаете, есть такие упражнения, когда человек как бы берет огонь такой и умывается этим огнем, руки умывает себя и говорит, пусть огонь или великий огонь. Очисти меня от скверны, от тех поступков. Я каюсь, раскаиваюсь и больше не буду. Да, действительно, такое со мной было. Меня обижали, я обижался. Я раскаюсь, этого больше не будет. Конец. Очисть меня. Я хочу быть свободным. Я хочу избавиться от вот этого всего, от этого ужаса, от моей злости. Я хочу избавиться от того, что я не ощущаю любви Бога по отношению к себе. Я раскаиваюсь, я хочу ощущать, я имею право, это мой персональный выбор. Пусть это будет. Это так нереально очищает человека, но для этого нужно расслабиться. Это нужно почувствовать. Не нужно это делать в каком-то экзистенциальном состоянии. Это можно делать вот в обычной жизни, просто так. И плавно человек начинает это ощущать. Как я в школе построил все.